Спасибо. 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 Ну все, Валентин пришел, может быть, начинали. Валентин на приходе. Ну что, коллеги. Вообще это называется открытая лаборатория. И администрация эта открытка лабораторная застаивает называть вас лаборантами, а меня и Антона называют за лабами, что мне кажется, все будет. Я им по этому поводу написал уже несколько лаборантов, но это вообще, что вы не лаборанты, а вы вообще калечи. И нормальные ученые, по-какому вы занимаетесь, занимаетесь нормальной наукой. Рассуждаем факты, убегаем дефорты, принимаем, разбирает сил. Но они считают, что как они это придумали, я думаю, что с этим ничего поделать не удалось. Поэтому те бумажки, которые вам раздали, выбираются в лабораторе. Абсолютно, абсолютно. Так, значит, еще раз. В чем здесь идея? Идея в том, что вообще говорят себя проверить, что мы вообще знаем. Правильно ли мы знаем то, как че мир устроен. Какие-то вот дерзкие вопросы. Которые вообще мы иногда задаем, иногда не задаем. Когда мои дети были маленькие, они задавали вопросы, на которые у меня не было ответа. У меня было три ответа на вопросы, на которые я ответа не знал. Первый ответ был такой, что это денток. Второй ответ был, что это так волосы. Ну или, соответственно, не волосы. А третий ответ был самый правильный, что это дождаться вперед. Так вот, сегодня мы с вами разберемся с тем, что, значит, как оно есть по словам цели и так оно есть. Значит, вы, конечно, можете гуглить эти ответы, но вообще я вам принесал это. Тут все правильно, а ты вам все это скажешь. Да? Вот. Вернее, так мы будем поступать. Вот, значит, сейчас вы получили все вот эти самые классные. Мы, значит, вот... Те вопросы будут появляться на экране. Вот. На фланте ходили совсем по количеству. На ваших. На детских фонах на ваших краях. Вот. Вы должны тогда, значит, поставить там два «нет», ниже, когда вот эта история изменилась. Вот. Или поставить ту букву, которая, значит, соответствует правильному мнению. Ответы будут предложены, когда будет альтернативный ответ, они будут показаны на экране. Да? Вот. Это просто ставить и будет. Значит, вот это мы движемся поеда постепенно. Я зачитываю эти вопросы, показываю, кто-то может отвечать. Но потом, когда все это заканчивается, вы переносите свои отверстия договорительные кланки и отдаёте их нашим барышням. Да? И это потом идёт в этом самом номере. Да? Там можно дополнить фамилию и отчество, можно дополнять. Главное, что я вас прошу. Это меня слышно или не проходит? Слышно? Слышно? Вот. Главное, что напишите возраст, где обладают. Потому что вы могли быть. Реклама Реклама Продолжение следует... 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 Умение сворачивать вязы в тромочку передается по-настоящему. Кто умеет? Умеешь сворачивать? Умеешь сворачивать? Молодец. Вот и вопрос. А на марафонской дистанции человек может назвать лошадь. На самом деле скажем так. Лошадь на псаде. На которой сидит псаде. Все ответили? Нет. Так, ну да. Уже скоро конец. Некоторые растения питаются насекомыми. Да, нет. Хамелеоны могут принимать любой цвет. И наконец вопрос связанный с предыдущим. Если есть много вопросов, то можно подолгить. Можно подолгить. Все. Все готовы. Переходим к ответам. Сейчас он отвечает на тебе ответы и считает его. Паша, куда у меня мышь исчезла? А вот мышь. Нашел, нашел. Так. Ну, готовы узнать правду? Так. Кто дал такой же ответ? А? Чего не видно? Нет. Это правильный ответ. Так. Кто дал такой же ответ? Почему? А сколько ты знаешь? Нергорь. Нергорь. Кто правильно ответил? И кто правильный ответ? Нормально. Да, я не знаю. Ответил, да, ну объясните, что? Откуда ты знаешь? Нормально. В виде бабу источник знает, и не отдача. Вот еще правильно ответил. А? Все правильно? А как вы узнаете? А как вы узнаете? Вот, нормально, да, да, да. Так, идем дальше. Так, что у нас следующее было? А, про темноту. Так, на самом деле правильный ответ. Нет, не видел абсолютно. Ну, Зак сказал. Кто так сказал? Почему так сказал? Потому что глаза накрыли. Проверил на себе. Правильно. Вот так называется экспериментальная наука. Так. Так, идем дальше. А вот на этот счет. Ну, ну, что? Да или нет? Да? Да или нет? А у кого еще? У кого еще? У кого еще есть? У кого еще есть? У кого еще есть? У кого еще есть? Так. Я могу свечатать. Я могу... Есть. Даже у Каалы есть. Так. Так. Ну, ты себе отмечаешь там. Правильно, не правильно. Да? Ну, правильно отмечили, а не правильно. А, вот это интересно. На самом деле правильный ответ довольно-таки главный. К расстоянию от СОЦ это не имеет никакого отношения. Иначе бы. С СОЦ состоянием было бы в одно время. И интересно, чтобы все это улучшали. Понимаете? Да. А у нас когда, когда у нас самый талон сидит, там самый длинный. Почему? 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 Потому что она парень стала. Абсолютно. Ось находилась. Идем дальше. Что? Что спало? А? Нет. Это вам вопрос. Если вот, чтобы уронил, ну ты может, на пол, если за 5 секунд поднять, то можно есть? Я не знаю. Какой тут правильный ответ? Они на нем не застрянут. Поскольку, значит, мы как только начнем здесь сплавать, а мы там скользкие, а они только в грудь и упадут. Идем дальше. Неправда вам бабушка говорит. Неправда. Неправда. Не гордится. Устает в глаза, но зрение не гордится. Так что, давай, если вот это там понабияло, и читайте, когда вам говорят, мне пора. Так. А? 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 Да, да. А, да. Это мы им там напишем. Этим же, организатом. Так. Реки, да, бывают соленые. Замечательно. Бывают соленые. Которые текут из соленых источников. Так. Близко. Вот это я, ребятчики, я сказал нет. Я честно сказал нет. Придел, отходил, что не так. Кто сказал да? А кто же сказал нет? Кто еще сказал да? Оказывается да. Оказывается да. Когда строились его, что вот этот маманчонок, который на острове инфарктия, он еще не родился. А еще не родился. А еще не родился абсолютно. Так. Жив, ну. Оказывается нет. Правильный ответ нет. На этот счет было там все это дело. Вообще история довольно мудрая. Похоже, что нет. И вообще как это у нас следуется, до секунды не понятно. А? Да, да. Это случается, что мы не можем тренироваться. Так. Ну а с этим кто с чего ответит? С чего ответит? Не может обогнать? Что? Может, не может? Может. Да? Вот точно. Правильный ответ. Оказывается там чемпионат есть по соревнованиям. Марафон. Где люди соревнуются с лошадями. Так. Ну это все знали. Да. Это все знали. Про то, что есть насекомые, которые пытаются в сутки. А если вы смотрите первого ужаса, то там значит есть кто и людей. Оказывается не любой. Не любой. Чего они не могут? Вот альбиносы не могут стать, да, черными, а те кто белыми, да. Вот. В общем, не все цвета. А это, кстати, да. Все. 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 Тринадцать вопросов. Так. Все. Тринадцать вопросов. Значит, что из тринадцать вопросов. Тринадцать вопросов. По одному баллу это правильно ответить. Так. У кого пять баллов? Поднимите руки. У кого пять и больше? А? Так. У кого шесть, шесть и больше? Поднимает руки. Да. Так. У кого десять и больше? Ага. Верни. Идем вниз. Девять и больше. Восемь и больше. Один. Два. Два. Три. Так. А чем мы их награждаем, детишки-то? Чем вы детишек-то награждаете? Детишки, чем вас награждаете? Вам какую книжку подарить? А? Так. Вот вообще говоря, вот с этим я, с этим я проведел. Я очень плохо понимаю, даже детей по каждому взятому комментарию. Да. Так. А? А? Нет. А что? А почему их презентации нет? Так, слушай, Санки, интересные вопросы. Да. А. Подождите. Мы до конца что ли не дошли? Слушай, а я эти вопросы не оглашаю. И что делать будем? Не плавые зрители, да? Не плавые зрители, да? Не будет меня отнесли. А ну давайте сюда обсудим. Извините. Так, что боится жвачкой? С. А? С. Что? С. Растворится. С. С. А? С. С, да? Чётко? Чётко? Здесь ещё взгляды есть. Так, правильный ответ С. С. Проскочек. С. С. Дальше. Да, жвачка резиновая снова, поэтому, значит, не перевалится. Так, ээээ, что делать для жириха? А? Чё? Что делать? Что делать? С. 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 Лительно посмотрим. Нет. Воплодная актаoэза organizing. Там наденна улетевшая гипоталтер는데, да, что делать. Ну всё, закончили. Дети. Единственное, что я вам могу раздать все ту самую наклейку, не хоть эти книжки. И всё Security вам ? Здесь у людей сильно научные. Ну если вы хотите… Давайте, нет. Ну чэ. Я вам там раздам. Давайте я вам раздам научные. Раздать вам научные книжки чувства? Ладно, давайте, забирайте Вот знаете, про астронавтов Так, держи А можно я выбирать? Выбирай Нормально, девять, хорошо Держи проходиком Проходиком тебе дать журнал? Вот, правильно А я тебе потом Так, все, все разобрали? Валентин, не на рынке Выбирай быстро и отваливай Ты еще почитай сейчас, да? Все, закончили Так, все, идем дальше Идем, начинаем работать со взрослыми Так, ну у нас есть такие дети Что они еще и взрослые будут писать Ну ладно Так Да, идем на вопросы здесь Да Да Сейчас вы лечите все Вы подмечаете Все в основных блатках И потом, когда все это заканчиваем Вы пересносите картину Дополнительный шланг Так Все, идем дальше Значит, начали Динозавры болели раком Да? Нет Волосы А? Да, да Реникс Это вот что такое Реникс Видите, да? Р Д Э Э Э Игрек Икс Эй Читаете это по-русски Получается чепуха Вот это и есть Элиникса Там какая-то бурсатская история По этому Так Значит, что у нас еще Волосы человека могут посидеть До одной ночи Это вполне Вся Все романы вполне В любой среде Скорость света выше Чем скорость света Все Можно Иначе Все клетки Организма Человека В течении жизни Регулярно Заберяются Все клетки Полярные сияния Бывают и на других планетах Солнечных Дальше Причиной диабета Является употребление сахара Сахарного диабета Они разные Причиной сахарного диабета Является употребление сахара Так Что там еще Биотехнологии позволяют Изменить наследственность человека Во сне Дети растут быстрее Да Или нет Да Изменить наследственность человека У нас написано Все две мимитации Мы отвечаем Потому что В принципе Это одно и то же В общем Как там написано А не 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 Тут вот какая штука Это что называется Стенография этого вопроса Вы отвечаете на тот вопрос Который задан там Да А у вас это обозначено В протоколе Наследуемые мутации Да Это седьмой вопрос Да Ну ладно Так Идем дальше Пальмовое масло Вредно А нет Восьмой Где восьмой у нас был А Было уже Дети растут быстрее Теперь уйдем до девять Пальмовое масло Вредно И любые кошки Включая лысых Могут вызвать аллергию А то их поддают Как гипоаллергенных Правильно ли Да Так Все да Это вот то Что значит Реникса Там один правильный ответ Теперь Multiple choice Несколько правильных ответов Вам нужно выбрать Правильную букву Значит Вот это вот вопросы Которые задавали Наши великие ученые Наблюдая небесные явления Земли Мы получаем Излучение В различных диапазонах Но не всякое излучение Проходит сквозь атмосферу С поверхности Земли Невозможно проводить Наблюдение Связанное с Радиоизлучением Оптическим излучением Рентгеновским излучением Рентгеновским излучением Гамма-излучением Выберите Какое излучение Невозможно Какое излучение Невозможно Наблюдать С Земли Одно Принято Помнит Как она рожала Что случилось При тестировании ДНК Была сделана Ошибка Был перепутан Генетический Материал Все солгали И женщина И врачи У женщины Разные ткани Имели Разные ДНК То есть Я немножко Расшифровываю Третий вопрос Та ткань Которую взяли В качестве Для диагноза ДНК Я не знаю Кровь там Кровь скорее всего Или вот это Букальные эпителии ДНК В ней Была иная Чем ДНК Зародышевой клетки Чем ДНК Этой женщины В яйцеклетке Вот что Это вот Довольно Коряво составил вопрос Я объясняю его смысл Все остальные Соврали Ошибкой Тем более менее Понятно Вот четвертая Не очень понятно Может ли быть такое Но вот речь идет Именно об этом Так Приняли решение Да Что здесь правильно Что неправильно Какая максимальная Температура За бортом Международной Космической станции Как в Мезвездной среде Минус 270 Цельсия Температура Кипения Азота Минус 190 Цельсия Температура Таяния воды Ноль Температура Выше плавления Стали 1600 градусов Выше нуля За бортом Так Чего Как Антон Как это можно Сформулировать Внятно На каком Расстоянии От станции Хорошо Чтобы станция Не влияла Если станция Не влияет Мы отошли от нее На достаточное Расстояние Вот просто В том месте Где она летает Какая температура Это не температура Прямо на поверхности Станции Да Это температура Того вещества Которое окружается Станцию Вы видите Станцию Какая там будет Максимальная Да Она может быть Там разная Или Или так Это не Так Ну решайте Решили Так Идем дальше В атмосфере Земли Происходят Удивительные Красивые Явления Разряды Атмосферного Электричества Геофизики Присвоили Этим явлением Название Сказочных И фантастических Персонаж Кого Геофизики Еще не Развестили Вот как Это у меня Финалки Не выходят Это называется Он мне как Геофизик Персонаж Кого Они не Развестили Ничего Надеют Хоббитов Гномов Эльфов Испей Что такое Спрайт Я тебя не знаю Перевод на английский А? Спрайт Атопия Англии Правда? Интересно Полезная вещь Это Я делал Бород Так что Кого там нет Участки ДНК Кодирующие Белки И РНК Называются Геном Чего Больше У человека Геном Или Белков Белков Где нам Белков 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 Больше Белков Чем Белков Я возле Ленел Потому что Я Денец Никто не знает. Решили? Я так. У разных организмов количество генов, кодирующих белки. Так, еще раз. Так, что надо? Так. Да. Так, вот есть гены, есть белки, да? Белков столько или много генов, больше, меньше, или нет. Так, чего там? Да. Количество... Так, подождите. Да, 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 да. Вот это у кишечной палочки 4000 гены. Сколько генов у человека? Вернее, как? Как у пчелы, как у нематоды, как у давки, как у пассивного рита. Ну, вообще, как все? Теперь все рядом просто. Пассивный рит собрались нематоды. И я спринял. Так, выбрали, да, для себя колени 4 метров. Так, сейчас, извините. Да. Попробуй, что, сколько ни одного человека? 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, или 40? Все, поехали, Заня. Опять негативное. Среди множества факторов, действительно влияющих на появление рака, есть и такие, пагубное воздействие приписывает, которым пагубное воздействие приписывается без каких бы то ни было научных оснований. Какие из перечисленных ниже факторов, с точки зрения современной науки, не влияют на рак, они с последней раком. Иными словами, значит, можно ли, то есть, и хоть что не влияет, солнечные огруки влияют, не влияют, раков можно заразиться от больного человека, им нельзя, возраст влияет, не влияет, выявление влияет, не влияет, выберите то, что не влияет. Не влияет. Мы наблюдаем много фактов, которые подтверждают глобальное потепление, но есть и много мифов. Какое из явлений, которые часто связывают с потеплением, вообще не имеет мифа? Очисление мирового океана, подъем мирового океана, сокращение ледовых погромов, сокращение площади людей. Еще раз. Это не гранит, если учить институт, то, на что нормальное потепление, где мы видим. А вообще не имеет мифа? Вы считаете, что это есть? Это происходит? Да, еще это какое? Вообще не имеет мифа. Да, не будет ничего. И вообще этого не происходит. Есть потепление, нет потепления, просто не влияет. Это более-менее все симптомы, которые предписывают за ваше чувство. Так вот, какое явление вообще не существует? Так, да? Нет, вам нужно сказать, что вот, например, и вы говорите, что, значит, какое явление вообще не имеет, окрестление мирового океана не имеет. Да, вы ставите буквально. В общем, выберите то, чего вообще не происходит сейчас. Да. Безотносительно. Связано с потеплением, не связано. Когда-то происходит сейчас, это происходит. Да. Ручка есть у нас. Так, проехали, да? Что-то нравится. Жизнь народилась на Земле не позднее 4,8 миллиардов лет назад. Предположим, предположим, что 900-800 миллионов лет назад тектоническая и тектоническая и тектоническая период взяла из-за она не прекращалась. Вот, условно, было бы, если понадобится конкурент. Какие наиболее вероятные и последствия это было бы для этого и события имело для эволюции жизни на Земле? Жизнь погибла бы 700-600 млн лет назад из-за вымораживания матери. Жизнь погибла бы в это же время из-за перегрева. Эволюция не претерпела бы никаких изменений, жизнь развивалась бы в море, но сложные организмы не претерпела бы, но во-первых, что за понятие тела, что сожрела бы или согрела бы, эволюция как-то, по тем более, немножко разные гости, а уже потом, как бы это повлияло на жизнь? Потому что сама по себе техзоника, ну, ребят, какой вопрос, надо выбрать правильный ответ. – Да, да. Предполагается, что резный ум не критировать, если ты сделаешь охотный партнер. – Не знаю, не знаю. – Вот у нас есть вопрос, который надо сказать. – Ага. – Ага. – Ага. – А когда кладешь, работает. – А это работает. – А это работает. – Так. – Не знаю я, вот у нас есть вопрос, на который надо как-то отвечать. – Есть. – Потом будем обсуждать ответы, ребят. Потом будем обсуждать ответы и, в принципе, можем, что называется, решить, как интерпретировать. Международный проект «Радиоастрон» представлял собой радиотелескоп радиоинтерферометр. Один телескоп располагался на российском спутнике, другие – на многих странах мира. во многих странах мира. На каком максимальном расстоянии от Земли находился спутник? 500 км на орбите телескопа «Хаббл», 300 000 км на орбите геостационарных спутников, 360 000 км на расстоянии, сравним с орбитой Луны, полтора миллиона километров, на расстоянии точки Лагранжа, Л-2 системы Земля-Солнце. Вот Эва и Тис. Вы что, не знаете про точку Лагранда? Я первый раз о ней услышал. Знаете, да? Здорово. Ну, я очень давно проходил астрономную. Так, поняли этот вопрос, да? Где был спутник? На какой орбите? Так, ответили, идем дальше. Не ответили. Еще раз. 500 км, 30 000, 360 000, полтора миллиона. Нет, вот этот спутник, который был радиотелескопом. И который взаимодействует... Так, Антон, поясните. Речь идет о конкретном спутнике, который работал в радиодиапазоне. Интерферометр, это значит, спутник измеряет одно, а другие половинки, такие же вот антенны, измеряют другой сигнал, между собой сравниваются, из этого делаются некие выводы. То есть, это вполне определенный спутник. Тут, скорее, нужно знать, как он летал. Ну, да. Ну, вопрос конкретный, этот спутник, где летал, вопрос немножко странный, предполагает не знание науки, а некую эрудированность. Ну, давайте попробуем угадать. Ну, в общем-то, если подумать, наверное, можно что-нибудь на эту тему придумать, но вот как-то вот все-таки лучше знать. Давайте выводим. Антон. Орбитальная скорость Земли 30 км в секунду. Примерно скорость света в вакууме 300 тысяч км в секунду. Во много раз больше скорости света в вакууме около пару-тора миллионов километров в секунду. Это тоже надо знать или это можно придумать, а, Антон? Ну, если поразмыслить, припомнить какие-то свои знания в теории относительности, то, наверное, можно. Все, мобилизовали все свои знания в области теории относительности. Все чтили. Идем дальше. Так, вот теперь наука как метафора. Довольно забавно. Раньше этого не было, это они недавно придумали. Значит, действительно... Ну, сейчас давайте увидим, да, что там за метафоры были и к чему они прикладывались. Представим себе, что это поваренная книга. Пишет биолог Мат Ридли в своей книге. В ней он рассказывает о главах, рецептах, абзацах, словах, буквах и даже рекламных баннерах. О чем эта книга? О жидких кристаллах, о геноме человека, о стандартной модели физики, об управлениями базов данных. К какой области науки вы можете применить эти метафоры? С рецептами, словами, абзацами, рекламными баннерами. О чем это? Из этих четырех вариантов. Эта научно-мопулярная книга была, этого самого Мата Ридли. Так вот, о чем она была. Сообразили? Идем дальше. Демоном Максвелла придумал в 1867 году британский физик Джеймс Максвелл. Этот демон играет роль вахтера в емкости с газом. Позволяет пролетать из левой части сосуду в правую только быстрым молекулам, а из правой части в левую только медленным. Опровержение какого физического закона олицетворяет этот мысленный эксперимент. Какой закон нужно нарушить? Какой закон нарушает этот демон Максвелла? Третий закон Ньютона. Принцип неопределенности. Второе начало термодинамики. Или закон сохранения энергии. То есть этот демон нарушает один из этих четырех законов природы. Какой? В 1963 году академик Александр Апарин выпустил научно-кулярную книгу, глав которой называлась «Первничный бульон». О чем шла речь в этой главе? О вкусной и здоровой пище? О творческой атмосфере в научном коллективе? «Первничный бульон»? А, интересно, насчет атмосферы в научном коллективе. О функции крови в организме? «Первничный бульон»? Да, 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 да. «Или о происхождении жизни». Где вообще был этот бульон? Так, решили, да? По-моему, это вообще последний или нет? Нет, еще есть. Стивен Хокинг в «Краткой истории времени» пишет, это вроде бы как надутый шарик, на котором нанесены точки. Если его все больше надувать, о чем он вообще рассказывает? Об излучении черных дыр Хокинга, о классификации звезд… Сейчас напрягусь. Гард Шпунг… Вот, вы вязали, прочитайте. Так, нет, могу. Гард Шпунга Рассела о модели расширения вселенной Фридмана, о гипотезе множественных вселенных Эверетта. Все-таки, что-то мне нравится вот это имя Гард Шпунг, да? Гард Шпрунг, да. Гард Шпрунг, да. К концу я и выучусь говорить, да? Так, решили, да? Мартин Гарднер пишет, представить себе плоский кусок резины, натянутый на прямоугольную рамку. Представили, да? Апельсин, положенный на этот кусок, создает впадину. Мраморный шарик, помещенный вблизи апельсина, будет скатываться к нему. Что иллюстрит этот пример? Специальную теорию относительности, фотоэффект, гравитацию или электромагнетизм. Выбираем правильный ответ и ставим свой протокол. Так. Все? Вернул. Так. Вот теперь у вас есть пять минут на то, чтобы это все перенести в дополнительные бланки. И как только у вас бланк готов, вы им помахиваете и барышни его забирают у вас. А мы потом переходим к обсуждению правильных ответов. Так. Значит. Есть ? Спасибо. 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 Так, все собрали? Еще есть? Спасибо. Так, все готово, все заправили. Все, да? Баруси, что заправили? Все, идем. Так, ну ладно, теперь, значит, правильный ответ. Правильные ответы у нас здесь. Таки да. Кто сказал да и почему? Почему? Если я ничего не путаю, то находили окаменелости с повреждениями, похожие на те, которые вызываются раком. Так, еще какие-то соображения есть? Света? Раз они многоклеточные, значит, клетки делятся, значит, могут болеть раком. Абсолютно, абсолютно. Слушайте, а как с голыми землекопами? А? Что с голыми землекопами? Нет, я не совсем понял. Так, что с голыми землекопами? По-моему, у них что-то находили такое. Не, ну, это как-то. Как в газетах пишут, что голые землекопы раком, акулы и голые землекопы раком не болеют. Ну, врут, я подозреваю. Потому что Света абсолютно права. Все многоклеточные, всех многоклеточных, если есть деление клеток, то может деление нарушаться, и тогда это и есть рак. Да, ну, вот тут, да, вы правы, значит, действительно там у гадрозавров нашли эти самые опухоли, да? Так, отметили себе, да? Идем дальше. Это мне нравится, да? Это я помню даже, я так напугался, что даже посидели у меня волосы, которые я вчера постриг в парикмахерской, да? Так, правильный ответ – нет. Кто сказал нет? Почему сказали нет? Ну, потому что окраска волосы обеспечивается пигментом, и он не может одномоментно исчезнуть, да, обесцветиться. Так. Ну, тоже волосы не навляются за один день и за одну ночь. Да, 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 волос, волос вообще вещь мертвая уже, да, так что поэтому пигмент туда, пигмент поступает в волос по мере его роста, да, только в это время. Хотя, хотя, вот тут занятная история, я вам сейчас открою, что называется, подпольную кухню. Вчера, вот в Дубынинском этом самом чате, Саша, привет, значит, кто-то написал, слушайте, ребят, там говорят, в луковице, в луковице волоса есть у него там пероксисомы, и вот они могут что-то там вот внезапно от стресса окислиться, и надо спросить у Жаркова. Спросили у Жаркова, сказал, что да, в принципе могут окислиться, но волосы от этого не посидели. Это что, не так быстро? То есть, правильный ответ – нет. Так, вот здесь, здесь, это уже Антону. Так, есть ли те, кто сказали, что да, в любой среде скорость света больше ничего нигде никак не бывает? Вот, это неправильно. Хорошо, Антон, давайте мы попросим, кто сказал правильно. Хорошо, а, все, извините, я это, да, да, да. Кто сказал, что можно наблюдать скорость частицы в среде? Один, два. Ну, в общем, довольно много народу. Так, кто-нибудь готов свои слова, взять ответственность за свои слова? А, в любой среде скорость света выше, чем скорость частицы. Это неправильно. Так, а как это делается? Вот так вот, да? Ага. Нет, давайте узнаем, кто-нибудь готов ответить за свои слова? Хорошая попытка, но есть другое, более... Скорость света, они никогда не достигнут. Если есть масса у частицы, значит, она не может двигаться со световой скоростью. Она может сколько угодно близко приближаться к ней, но все равно будет меньше. Но здесь вот, я не знаю, это подсказка в среде. Скорость света в среде может быть меньше, чем скорость света в вакууме. Иногда даже, ну, для алмаза это там в два с половиной раза. А частицу мы можем разогнать до почти световой скорости, и она сквозь этот алмаз... Частинку в алмазе? Она сквозь алмаз пролетит и не заметит его. Нейтрино, ну, вот, значит, у него нет массы, если оно летит со скоростью света. А алмаз это... Нет, алмаз этого тоже... Скорее всего, если очень большая энергия у частицы, то есть скорость очень близка к скорости света, то алмаз этого тоже не заметит. Ну, это практика, и более того, тут, по-моему, у меня даже есть карти... А, что, получается у нас это самое? Ага, или это не та презентация? А, я не... Извините, извините, извините. И более того, это... За это дали Нобелевскую премию в свое время. Может быть, слышали излучение Вавилова-Черенкова? Если частица движется в среде, заряженная частица, со сверхсветовой скоростью, при этом, ну, просто математически следует, что должно образовываться видимое излучение, и его используют для регистрации элементарных частиц, которые пролетают через какую-то среду. Вот, Антон, я нашел. Ага. Ага. Вот. Вот примерно так вот светится ядерный реактор. Ну, возможно, это и какая-то художественная картинка, но вообще говоря, просто наблюдается свечение. Люди, которым устраивают гамма-терапию, они говорят, что они действительно наблюдают вспышки. Частица проскакивает через глазное яблоко, через стекловидное тело. Так называется, да? Биологи здесь скажут. Она порождает вот это самое черенковское излучение, и люди просто ведут вспышки. Так что, да, частица может двигаться со сверхсветовой скоростью в среде. Скорость света в среде ниже. Все очень просто. Ага. Ага. Так, хорошо. Переходим в биологию. Да, клетки. Все клетки организма в течение жизни регулярно заменяются новыми. Правильный ответ – нет. Существуют клетки исключения, которые, например, нервные, которые не меняются на протяжении всей жизни. То есть, там новые клетки могут появляться, и нервные тоже, да? Но уже возникшие, они, так сказать, не делятся, не обновляются. Так, все, да, с этим ясно, да? Полярные сияния бывают на других планетах Солнечной системы. Правильный ответ – да. А теперь вот… Ну и более того… А можно эту самую щелкалку? Давайте я полистаю, да. Это как, по-моему, у конторы «Братьев в диванах» была сценка про тараканов. Сидят они на потолке и говорят, там, ну, на небе живет наш двуногий Бог, который нас кормит, и так далее. У меня есть два бытия доказательства Божьего. Во-первых, его видно невооруженным глазом. Так вот, полярное сияние на других планетах мы просто видим в телескоп фабул. Это фотографии. Это действительно видно. Каким образом это происходит? Более того, полярное сияние наблюдается для любой планеты, у которой первая есть атмосфера, вторая есть магнитное поле. Вот сейчас можно, может показать кино, как оно образуется. В принципе, это видно и на Марсе. А, а, во-во-во, все, не надо, оно идет. Оно пошло. Так, идет, не идет? Нет, кино еще не идет, пока вы показываете это. Хорошо. Все, да? Более того, на Марсе его наблюдали, правда, оно там не полярное. На Марсе очень слабое магнитное поле, и поэтому там просто светится атмосфера, а светится оно полярное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, можно звук притушить? Давай задам ему звук. Нет, зачем? А что нам это? Я что-нибудь скажу по ходу дела. Ну, расскажите. Ага. Ну, можно спускать. Значит, Солнце, из него происходит коронарный выброс вещества. Ну, вот, это линии магнитного поля. В какой-то момент может произойти отрыв от плазменного сгустка, и он тащит на себе линии магнитного поля. Вот вы их видите. Пересекает орбиты планет. Ну, вот, например, Меркурий. У него слабенькое магнитное поле, и поэтому, в общем-то, искажается слабо магнитное поле. В Венеру он тоже пролетает так, не особо ее задев. Это еще ему надо попасть, кстати говоря, в эту самую Венеру и в этот самый Меркурий. И вот мы, наконец, добираемся до Земли. А у Земли мощное, хорошее магнитное поле. Именно поэтому солнечный ветер, он не добирается до поверхности, и у нас не такая уж сильная радиация. Смотрите. Сталкиваются. И вот пошли лопаться линии магнитного поля, а плазма, которая высыпалась, вот она попала к нам на полюса. А на экватор не попала. И вот гибнет в верхних слоях атмосферы, порождая свечение. Ну, мы наблюдаем это самое полярное сияние. Довольно красиво. Да, давайте обратно презентацию. Ну да, вот это вот полярное сияние на Марсе, но его долго пришлось набирать. Вот этот вот самый. Тут вот первая картинка. Это свечение водорода плюс свечение протонов, вот этого самого сияния. Потом на обратной стороне посмотрели без возбуждения, вычли одну картинку из другой. И вот это, как светится атмосфера. Это, собственно... Ну, в общем, в английском языке полярное сияние называется аврора. Оно не привязано к полюсу. Они более корректно говорят. Так. Что мы брали? Теперь дальше у нас что уже? То есть вы... Да, еще раз. Значит, полярное сияние, правильный ответ, бывают и на других планетах. Вот эта вот картинка, она действительно измерена. Это полярное сияние на отдаленной. Ну, это то ли звезда, то ли большая планета. Не до звезда и перепланета, на самом деле. Коричневый карлик. И на нем наблюдали показания, что, скорее всего, на нем тоже есть вот это само полярное сияние. Но это художественное изображение, в телескоп его не увидишь. Пришлось вычислять. Так. А диабет бывает от сахара. Правильно или неправильно? Правильный ответ – нет. Не бывает. Кто так ответил? Смотри, какие... А я вообще подозреваю. Так, кто мне расскажет про это? Почему не бывает? Да. Дело в том, что сахарный диабет, он происходит из того, что организм не вырабатывает, я вспомню, инсулин, кажется. Да. Инсулин. И потому сахар, который в нем есть, вызывает как раз-таки симптомы. Вот что пишут газеты, говорят по телевизору, если ты много ешь сахара, то ты срываешь инсулиновую систему, и что-то такое в этом роде. Правда или неправда? Можно ли сорвать инсулиновую систему? Так, кто-нибудь мне это объяснит или нет? Ну, собственно, в поджелудочной железе есть островки Лангерганса, которые начинают деградировать. От чего? Ну, возможно, от избытка углеводов. Ну, то есть это не обязательно должен быть сахар. Вот, соответственно, когда они начинают плохо функционировать, вырабатывается меньше инсулина, и, соответственно, уровень глюкозы в крови увеличивается. Ну, собственно, происходит трынец. Диабид же бывает еще и другого типа, скажем. Диабид же еще бывает другого типа, то есть это может быть обусловлено не то, чтобы инсулин не вырабатывается, а дефектами его работы и так далее. Нет, насколько я понимаю ситуацию, в большинстве случаев это либо, либо это, так сказать, какие-то наследственные дефекты, выявлено несколько генов, которые вызывают этот самый диабет, либо это повреждение этих же самых клеток вирусами и другими инфекционными агентами. И вот сахарная вот эта вещь, это, похоже, последнее, что, так сказать, может как-то это модулировать уже, но не может запустить саму болезнь. Так что правильный ответ – нет. Ну, да, могут, но что? Надо про это говорить или это, в общем, вещь совершенно очевидная? Про это все говорят, да, вот, и там и Криспоркаст, и прочие дела. То есть, можно изменить, да, и тут особенно обсуждать нечего. Вот это не знаю, правда или неправда? Правда. Кто сказал, что правда? Ну-ка скажите, а почему вы так сказали? Потому что гормон вырабатывается во сне, с помощью мелатонина гормон роста вырабатывается. Именно во сне? Мелатонин вырабатывается в ночное время. Говорят, так, еще что? Кто-нибудь что-нибудь добавит по этому поводу? Я как физик, у меня есть ответ, но физический. Давайте, открывайся. В нем человек ходит и может расти только вверх, когда лежит, и вверх, и вниз. Отлично, как это? Бух измерения, это что? При положении лежа, то, что мы занимаем это положение во сне, нету нагрузки на скелет. И поэтому, в принципе, там образуются как бы новые. Слушайте, это правда, что ли, что если вот измерять рост утром и вечером, то к вечеру он поменьше становится, да? Но это немножко другое. Растут-то они все-таки правильный ответ именно вот это. Это из-за этого самого самотропина. И причем самое замечательное, что в первые часы, да. Так что не контуйте ребенка, когда он, значит, в первые часы спит. Не спрашивайте, а ты сделал домашнее задание? Он растет в это время. В чем здесь домашнее задание? Нет. Нет. Нет, а? Ну как, если тонну воды выпить, то тоже помрешь, да? Ну, естественно, естественно. Нет, нет, так сказать, вот, ну, смотрите, там правильный ответ, что оно не больше, чем все остальное, да. Поэтому все эти истерики по поводу... А? Ну, да, да, да. Не, ну, там определение, что оно вредно по определению, да, да. Нет, нет. Если оно вредно, то правильный ответ, да. Ну, вернее так, значит, да, надо было более вредно, чем все другие масла, да. Да, хорошо, не очень однозначный ответ, да. Да, 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 да. Так, хорошо, идем дальше. Люба. Вот главный специалист по кошкам у нас Люба Малиновская. Мы с ней статью написали. Кошки и гены 40 лет спустя. Вот победителю вручим с этим самым, с автографом. Люба, что там правильно? Ну, мне кажется, правильный ответ уже на экране, но дело в том, что даже лысые кошки могут вызвать аллергии, потому что аллерген у них находится в чешуйках кожи, которые они каждый день сбрасывают, а не в шерсти, как многие считают. Так, хорошо. Так, теперь вот это, а теперь, значит, что у нас будет? А, вот теперь, теперь по одному, да? Так, это к вам, Антон. Значит, правильный ответ тут С. Ага. Ага. Ну, в общем, если мы посмотрим на... Так, мы на что-нибудь посмотрим. Чего? А что-то оно меня не слушается. Слушай, я ее уронил, что ли? Так, что, придется теперь его это самое... Так, а почему оно у меня не управляется с этого самого? Вроде с клавиатуры должно управляться, нет? Ну, в общем, ответ С, рентгеновское излучение мы не можем наблюдать с Земли. Но давайте поглядим, почему. Вот это вот, это самое, пропускание атмосферы. А, вернее, поглощение атмосферы. Обратите внимание, у нас на 100% поглощается коротколновая область, это рентгеновское излучение, и на самом деле гамма. Есть окошко прозрачности, вот оно помечено, видимое излучение. Ну, оно и понятно, наш глаз адаптирован к тому излучению, которое к нам таки приходит. Чего бы по-другому было. И есть видно, что вот в инфракрасном диапазоне чего-то можно наблюдать. Ну, и в радиодиапазоне вообще здорово проходит. Ну, а потом уже начинает отражать ионосфера. Ну, и поэтому все, что мы... И чего? Ага, да. Вот и получается, что для того, чтобы наблюдать то, что хорошо поглощается, приходится вытаскивать спутники в космос. То есть рентгеновское излучение мы можем только на космических телескопах смотреть. Но, а гамма-излучение все-таки мы можем наблюдать вот такими штуками. Гамма-квант прилетает в верхние слои атмосферы, прожидает там вспышку видимого излучения. Но это видимое излучение можно вот такими вот агрегатами улавливать. То есть гамма-излучение мы на Земле хоть как-то, но можем смотреть. Ну, а видимое и радио. Это уж мы глазами видимое излучение. Да, да? Мы можем смотреть на гамму, но на следствие. Да, на следствие. Ну, мы его можем наблюдать, но косвенно. А уж рентгеновское, это уж, извините, подвиньтесь, оно как поглотилось, так его и нет. Нет, нет. Радиоизлучение напрямую мы не можем... Радиоизлучение мы на Земле не можем... Бррр. Да. Рентгеновское излучение мы не можем наблюдать на Земле ни при каких условиях. Нет. Вопрос. С поверхности невозможно наблюдать рентгеновское излучение. Невозможно только рентгеновское, а все остальные так или иначе можно. Так, хорошо. А, беременная женщина. А, беременная женщина. Да. Так. Ну, вообще говоря, вообще говоря, вот до самого последнего времени вообще правильные ответы были... Ну, были А и Б, да. Ну, врачи солгали, как с ней хорошо. На самом деле, вот в этом конкретном случае правильный ответ – Т. И нам очень интересно так. Эта штука все равно у меня не работает. Она не работает. Да. 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 У нее были, так сказать, вот, значит, разные... Она была химерой. Причем, химеры могут получаться очень по-разному. Химеры могут получаться у близнецов за счет переноса клеток, стволовых клеток по общей кровеносной системе и по следующим их размножениям. У идентичных. Да нет, у даже не идентичных близнецов они могут. Описаны случаи, когда клетки плода могут попасть в организм матери и там, так сказать, какое-то время размножаться. Например, той же самой в кровотворной ткани и так далее. Поэтому, если вы ставите диагноз по крови, определяете ДНК крови матери, то там вот могут быть расхождения. Она может быть мозаиком, кровяная ткань может быть иметь один генотип, а яйцеклетка другая. Так что вот это действительно удивительный случай, но тем не менее это ДНК. Так, температура... А, вот интересный температур. Ну, да. Ну, правильный ответ последний. Выше температура плавнее станет. Может быть и 1600. Кто такое сказал? Да, таких нету. А, есть один человек, да? Да. Ну, а минимальное, это может быть и минус. Максимальное, да. Почти правда. Не излучение от Солнца нагревает, а солнечный ветер. Ну, да. Мне кажется, не совсем дает вопрос, потому что, ну, например, там может быть и вообще температура в центре Солнца. Что-то температура в центре самой горячей злитки. Где это давать? За пределами ФТС? За бортом. Нет, за бортом имеется в виду вот в этой области. А какая область? Не писали, что она в лошадь? Остались на этой же орбите, а станция улетела. Градусник мы туда поместить не можем, но мы можем уловить частицы, которые там летают. Вот этот вот остаточный газ. Его проанализировать по скоростям. Ну, и посчитать, что это за температура эквивалентная. Так, в общем... Она нагревается. Она нагревается за счет солнечного ветра. Да. А, ну тут не... Так, тут у меня есть, да? Ага. Хорошо, сейчас и это поговорим. Вы когда-нибудь это самое, вносили яйцо, обычное сырое яйцо, в парилку, где 120 градусов? Попробуйте, оно не сварится, правильно? А если вы его бросите в кипяток, то оно сварится за 2-3 минуты. Точно так же, как вы можете зайти в эту парилку и вам ничего особенного не будет, а если прыгните в кипяток, ну, не советую. То есть теплоотдача минимальная. Да, окружающее пространство исключительно горячее, но поскольку этого вещества там так мало, что его вот можно измерить только специальными приборами и не напрямую, то обшивку оно совершенно не нагревает. Вот, теплопоток минимальный, теплоотдача. Ну и вот, если мы посмотрим на температуру вот этой самой атмосферы с высотой, ну, вот возьмем ее кусочек. Понятно, что у Земли она вот чуть больше нуля, там, где летают самолеты, минус 40, это мы все знаем, а потом начинает теплеть. На стратопаузе у нас, видите, там, минус, наверное, минус 20-30 градусов. Ну и, наконец, когда мы выходим в термосферу, вы видите, температура повышается достаточно сильно, ну и может достичь этих самых 1200-1600 градусов, но это при активном Солнце. Активное Солнце своим солнечным ветром, не излучением, а вот именно ветром, нагревает верхние слои до очень высоких температур. Ну, но перегреться ничего не может, потому что вещество жидкое. А, это опять мое, да. Ну, атмосферное электричество, я сам, на самом деле, не знал этого. Я прочитал, почесал голову и это самое. Нет, нет, я предположил, я предположил, потому что все остальные персонажи, они, в общем-то, более-менее фольклорные, а Хоббитов придумал определенный человек. Ну, вряд ли их поселили туда. Тогда скажите, что такое гномы? А сейчас поговорим о том, что это такое. На самом деле, история происходит к поздним 80-м годам. Это речь идет о атмосферном электричестве, которое наблюдается выше грозового фронта. Вот у нас облака, идет гроза, у нас здесь ни черта не видно. Мы поднимаемся над стратостатей выше линии облаков и смотрим, и вдруг выясняем, что молнии бьют не только сверху вниз в землю, а еще и вверх. И выглядит это примерно вот так вот. Вот посмотрите, а здесь нет шкалы высотной. Но вот эта нижняя красная полоса, она соответствует примерно 20-ти километрам. Это уже над уровнем вот этих самых облаков. Ну и понятно, самое нижнее назвали гномами. Это вот вертикальные эти самые, вот эти синенькие струи, которые вверх бьют. Особо длинный гномов называют блюджет, ну голубые струи. А то, что поменьше, это просто гномы. Назвали для того, чтобы побольше привлечь внимания, ну наверное грантов нужно было человеку. Потом значит у нас идут вниз, свешиваются вот эти самые щупальца. Это феи. Ну и самые высокие, как положено, эльфы выше всех обитают. Это такие слабо светящиеся, живущие ну там десятки миллисекунд. На самом деле это все достаточно быстро. Вот такие вот тороиды, которые постепенно расширяются. В диаметре там 200-300 километров они достигают. Можно, но для этого надо оказаться выше уровня облаков. И во-вторых, надо попривыкать глазами, потому что, например, вот эти самые эльфы, они довольно слабенькие. И все это происходит там в диапазоне каких-то десятков миллисекунд. То есть достаточно быстро. Да, увидим, но так вот их трудно увидеть, лучше уж это делать камерой. Чтобы потом рассматривать. Довольно быстро. Ну молния, она тоже быстро происходит. Но мы ее видим. Да, хоббитов там нету. Пожалуй, да. Да, можно. А дальше, наверное, что-то ваше. Да, да, да. Кстати, вот по поводу дискуссий, у нас только что была. Значит, мы обычно, что я делаю после каждой этой лаборатории, я пишу рекламации организаторам. Что вопросы не должны вызывать неоднозначные трактовки. Это у нас было. Вот все эти вопросы, мы тогда, я им сообщу все это. Так, значит, ну здесь правильный ответ, значит, загадка природы. Да. Не знаем. Ну, понимаете, значит, давным-давно в генетике, что называется, было, вот, что называется, догма, один ген, один фермент. Один ген, один белок. Вроде да. Потом, значит, когда открыли, что один ген может синтезировать несколько белков за счет вот этого альтернативного сплайсинга, так сказать, одна и та же она разрезается, соединяется, да. Потом оказалось, что некоторые гены вообще могут не синтезировать белков, а заниматься синтезом РНК, которое регуляторно, но с нее белок не синтезируется. И вот это свести концы с концами до сих пор не удается, да. И вообще я не очень понимаю, зачем это нужно, да. Вот. Ну да, есть, так сказать, вообще вот дальше начинаются танцы с определением, что такое гены. Гены – это то, что синтезирует белки, гены – это то, что транскрибируется, вот. И вообще, или это какие-то куски ДНК, в которых… А псевдогены – это что такое? Это, так сказать, вроде там ничего не происходит. Но все причиндалы геновские есть. Поэтому, по-моему, это, в общем, ну да, это игра словами, да. Но правильный ответ – нет. А вот это забавный ответ, да, забавный вопрос. Когда я учился в университете и еще, значит, ничего не секвенировали, то все считали, что у человека 100-150 тысяч генов. Поэтому, когда выяснилось, что у человека почти столько же генов, сколько у поганой нематоды, все очень обиделись, но как с этим смирились. Правильный ответ – Б. Да. Ну, хотя, на самом деле, там, значит, что-то там, это не строго 20 тысяч. Вот, скажем, у кошки сколько, Люба, 23 тысячи с чем-то, да. У нас что-то где-то, по-моему, 24 или что-то в этом роде. Как это? То есть, мы не совсем уж нематоды, а что-то между нематодой и дафнией, да. И, по-моему, берется просто такой ген, если какие-то что считать. Ну, да, 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 логерфанды, нет, да. Так, что у нас дальше? Да, 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 да. А, вот это вот, да. Ну, тут ясно, что правильный ответ, вернее, неправильное утверждение – это Б. От человека, то есть, заразиться раком от больного человека нельзя. Сейчас мне расскажете про венерическую саркому собак, нет? Про лицевой рак от османийского дьявола, нет? У меня вопрос именно про онкогенные вирусы и про пересадку тканей. Пораженных раком. Света? Света? Вручайте. Я-то тут причем, я, в общем, трозофилист. Нет. Ну, про тасманийского дьявола это точно доказано. Я-то, я, в общем, тряпки, скажите, может ли пересадка тканей при наличии, так сказать, огромных тем, какие-то вирусы, опять же, вирусы, опять же, вирусы? Ну, я считаю, что практически невероятная, на самом деле, ситуация. Скорее всего, нет. Есть комментарии, кстати говоря. К тем вопросам, которые у нас возникали, я предлагаю немножко выключить наше научное мышление, потому что мы начинаем разговаривать о терминах. Что значит заразиться, если я на ком-то женился, и меня сагитировали начать курить? Это я заразился от человека? Или нет? Не надо рассматривать граничный случай, давайте быть против, подходить к вопросам. Это интересно. Вы помните эти скандалы, когда там, так сказать, вот дети больные раком в подъезде, значит, там начинает подниматься волна и так далее. Это, конечно, все глупости, да? Вот. Я думаю, по поводу этих онкогенных вирусов, это все-таки не грипп. Это не грипп. Это, скорее, вот эти самые онкогенные вирусы в большинстве случаев, это, я так понимаю, это ретровирусы, которые давным-давно сидят в нашем геноме, они не приходят, вы заразиться онкогенным вирусом невозможно. Это, они давным-давно сидят в нашем геноме, и они активируются под действием вот всего того, солнечных ожогов, значит, радиации и возраста, и курения, да? Вот это вот, в том числе, они, вот эти все факторы вызывают мутации и могут активировать, в том числе, эти самые онкогенные вирусы. По поводу заразиться. Значит, вот поймите меня правильно, у человека таких случаев нет, неизвестно, и, скорее всего, их не существует. Науке известно два случая всего инфекционного рака. Это вот эта самая венерическая саркома у собак. Это фантастическая история. Это действительно саркома, которая развивается у собак, заражается она венерическим способом. И что это такое? Значит, вот начинается эта опухоль. Берут эту опухоль, тестируют, да? И обнаруживают, что за клетки там. То есть первое было предположение, что это действительно какой-то вирус, ну, вроде этого, например, вируса папилломы человека, который, в конечном счете, может индуцировать рак шейхимат. Вернее так, не рак шейхиматки может вызвать рак шейхиматки, понимаете, да? А вирус папилломы человека, широко распространенный и достаточно невинный, может вызвать рак шейхиматки. Так вот, предполагалось, что эта инфекционная саркома у собак тоже вызывается каким-то вирусом. Но тогда клетки, эти раковые клетки, должны быть иметь кариотип, генотип хозяина, перестроенный на генотип хозяина. Оказалось, что они имеют генотип собаки, жившей 10 тысяч лет назад и очень сильно перестроенной. Это уникальный случай, когда клетки раковые, когда многоклеточный организм, клетки многоклеточного организма стали одноклеточными, перешли на одноклеточную жизнь и стали инфекционным агентом. Вот это фантастическая история. И вторая, этот вот лицевой рак у тасманийского дьявола. Когда они друг друга за мордой кусают, и у них на морде начинают расти раковые клетки как у тасманийского дьявола, который жил тоже несколько тысяч лет назад. Вот это, я вам говорю, это есть, это экзотика, но к человеку это никакого отношения не имеет. Идем дальше. Значит, правильно, я здесь Б. Так, ну тут вот что, тут вот что. Значит, мы этот вопрос тоже обсуждали с вами подробно, что-то считать. Значит, вот, без связи всякие с этим, с потеплением и всем прочим. Сокращается ли площадь лесов? Нет. Нет. Площадь лесов не сокращается, а растет. Ну вот, вот это то, что, то, что, вот, 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 то, что, вот, вот, вот я вам говорю, что вот это то, что называется, факт, несмотря, правда, это все было до пожаров, я не знаю, что сейчас. Вот, 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 вот это правильный ответ. Так, отметили, да? Правильный ответ Д. Сокращение площадь лесов не происходит, не имеет места. Так, по поводу вот этого тоже забавного вопроса, что было бы, если бы прекратилось. Холодно стало бы, да. Да, 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 жизнь спасли вулканы. На самом деле, на самом деле, вообще мы довольно близко подошли к этому самому вымораживанию. По каким-то не очень понятным причинам температура на Земле катастрофически упала, вот эти самые около 700 миллионов лет назад. То было такое явление, которое называлось Snowball Earth. Земля-снежок. То есть, вот она покрыта была практически полностью вот этим самым льдом и снегом. Жизнь сохранилась в океанах, которые не замерзли. Да, да, вот. Она загранировалась в океанах. Более того, она там очень здорово рванула вперед. Потому что в это время как раз произошел этот кислородный перелом. Он произошел раньше. Вот это насыщение атмосферы кислородом. Но, тем не менее, все-таки кислородом уже тогда прошел отбор на те организмы, которые аэробные организмы. Но в чем прелесть была вот этого холодного океана? Что при низкой температуре там была высокая, относительно высокая концентрация кислорода. И вот в это время там происходили очень интересные события. Тогда возникла вот эта идиокарская фауна. Тогда был подготовлен кембрийский взрыв. Вот именно подо льдами этих океанов. Была замечательная статья замечательного советского русского палеонтолога Фидонкина, которая называлась «Холодная заря жизни». Так что правильный ответ здесь «А». Так, это опять к вам. Ну да, это надо знать. Ну, или быть достаточно начитанным. Ну, вот правильный ответ. В реальности он долетает почти до Луны. Этот самый радиотелескоп. Я тут подготовил несколько слайдов. Оказывается, люди плохо себе представляют. Вот масштабы. Высоко летает Международная космическая станция. Вот относительно размеров Земли. Не очень. Они дают миг, чтобы магнитосфера Земли ее защищала от агрессии. Ну, да. И вот если так... Многие летают и разнообразные. Да, так оно и есть. Ну, давайте это самое. Если мы возьмем вот такого размера Землю, ну, вот такой шар, примерно метр, то Международная космическая станция будет на высоте 3 сантиметров над ним. Вот так вот летать. Ну, телескоп «Хаббл» чуть повыше. Что же касается наших GPS-ных спутников и геостационаров, которые нам обеспечивают связь, это уже вот на высоте, ну, вот под потолком будет летать. Уже подальше. Уже сравнимо. Если пойти дальше, вот Луна рядом с Землей. Это вот волейбольный мяч будет. Вот. А теперь, насколько далеко Луна от Земли находится? Вот как это сравнить? Примерно вот так вот. То есть, когда нам рисуют там Луну и Землю, которые помещаются, а в реальности вот на высоте девятиэтажного дома. Ну, вот такие вот эти самые. Ну, и вот этот наш спутник, он летает вот по такой вытянутой, сильно орбите. Восемь суток у него период облачения. Был, на самом деле, он там в пятнадцатом году, по-моему, помер. Что-то типа того. Он летал удвоенный свой ресурс, два с половиной раза дольше летал, чем обещали. Так что он хорошо послужил. Вот. И что интересно, он улетает на высоту девятиэтажного дома, потом с стремительным домкратом рушится вниз и проходит на Землю в трех сантиметрах. Вот так вот промахивается, потом опять улетает туда, и вот так он себе летал вот эти самые семь с половиной лет своего существования. Да, она была специально задана. Достаточно быстро у нас менялся вот этот так называемый базис, когда мы могли вот с разных точек измерять приходящее радиоизлучение от звезд. На Земле находилось порядка шестидесяти принимающих станций, и по разности сигнала на спутнике и на Земле вычислялись вот нужная нам информация. Ну, а если так вот в международных масштабах, вот у нас Земля находится там, где мы сидим, Солнце тогда будет где-то находиться в этом самом, в Краснообске, на Восхниле. Ну, Марс, когда он близко где-то в районе этого самого, он в Шадрихе, а когда далеко, ну, на летном поле Толмачево. Ну, вот характерные размеры, если Земля будет размером в метр. Ну, да, это вот то, что предлагают нам организаторы, такую картинку. То есть ответ почти как до Луны. А, так, 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 выбросы горячего. Так, правильный ответ вот такой вот, самый интересный. Да. Почему это происходит? Ну, на самом деле мы видим, мы наблюдаем не саму скорость этих самых выбросов, они действительно очень близки к световой скорости. Но еще, если эта скорость направлена почти на нас, получается, что излучение, которое идет от того места, когда он был далеко от нас, для того... Так, сейчас попробуем на пальцах это объяснить. Излучению требуется некоторое время, чтобы дойти до нас. При этом источник этого излучения довольно быстро к нам приближается. И таким образом, вот эта поперечная скорость, нам кажется, что он летит быстрее, чем на самом деле. Ну, и вот получается, что может возрастать даже в 10 раз. Квазары находятся от нас очень далеко, и плюются этими строями, ну, там, по-моему, 99% от скорости света у них. Ну, вот как-то так. Так, метафора. А, ну, метафора, по-моему, первая ваша. Я, конечно, знаю ответ, но вы лучше это скажете. Ну, да. Так, правильный ответ. Б. Почему? А? Потому что рецепты – это гены, а получающиеся блюда – это... Так, ими, так, громче. Потому что рецепты – это гены, а получающиеся блюда – это, как бы, их производные белки. Ну, да. Буквы, я постоянно, значит, с этим учителя борются, да, что, значит, там дети пишут, что буквы, хотя это вообще нуклеотиды, да. Но вот эти буквы так хорошо, так прочно вошли в обиход. Вот, да, действительно, это агентами человека. Значит, правильный ответ – Б. Да, теперь Дэмон Макс. Ну, якобы, опроверг... Да, я работал просто. Против второго начала термодинамики. Ну, действительно, получается, что, когда мы сортируем эти молекулы, у нас получается одна часть нагрета, другая холодная, и все равно мы вытаскиваем из холодной части горячую молекулу и добавляем ее в горячую часть, которая становится еще горячее. Что такое горячая молекула? Понятно? Молекула, имеющая большую скорость, чем вот средняя по больнице. Вот сейчас у нас в нашей комнате летает довольно много молекул, у которых тысяча градусов, десять тысяч градусов, они такие есть. Если и всех отловить и поместить в отдельное помещение, то в этом помещении будет достаточно жарко. Но есть и очень холодные молекулы. Можно поместить еще в другое помещение, получить ледяную комнату. Но для того, чтобы перетащить эти самые молекулы, их надо распознать, пропустить, не пропустить, и на это будет уходить внешняя работа. А второе начало термодинамики, оно звучит примерно так, что невозможно передача от холодного тела к горячему тепла, если мы не совершаем никакой дополнительной работы. А вот эта дополнительная работа уходит как раз на действие этого самого демона Максвелла. Это одна из формулировок второго начала термодинамики. Ну вот, да, пояснение. Ну да, для того, чтобы навести порядок, надо в каком-то месте устроить еще больше беспорядок. Это другая формулировка второго начала термодинамики. Происхождение жизни. О чем это говорилось? Ну давайте посмотрим ответ. Это модель расширения. Ну оно примерно можно было понять, что если что-то надувается, получается, ну и кстати говоря, здесь можно говорить о том, что слова про большой взрыв, это на самом деле неудачный перевод ангелийского термина. На самом деле взрыва нет. Может показаться, что как у нас устроена современная космологическая модель, что не было ничего, а была какая-то капелька, которая взорвалась и во все стороны, как граната в комнате, и во все стороны полетели осколки. И мы до сих пор наблюдаем разлетание этих самых осколков. Была пустота, которая наполняется веществом из-за того, что до него что-то долетает. Так вот ничего никуда не долетает, потому что некуда долетать. Пространства, в котором была пустота, его просто не было. Не было того пространства, куда бы могло что-то расширяться. Откуда оно все берется? Почему мы расширяемся? Ну вот пришлось, значит, Хокингу, ну на самом деле он не первый, придумать такую штуку, что представьте себе шарик. На нем, значит, нарисованы галактики. Мы его надуваем. Разлетает, увеличивается он в размерах? Да, увеличивается. Куда увеличивается? В третье измерение. Ну, те, кто живут на этом шарике, они знают только два измерения. И у них не получается представить себе, что такое третье измерение. Как мы можем себе представить четвертого. Да, наша Вселенная расширяется, но она не расширяется не на то, а расширяется просто. Да? Да, пространство, время. Да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В 90-х годах стало известно. И этот лямбда-член вернулся обратно туда. Эйнштейн об этом, ну, если знает, то какими-то неземными путями. Ну, в общем, мы наконец-то поняли, что значит эта самая лямбда в уравнении Эйнштейна, который его тогда написал. Нет, мы не знаем этого, но мы ему дали название «темная энергия». Вот «темная энергия» растет ровно отсюда. А булавочки зачем там? Я думаю, для красоты. Булавочки нет природы, да? Ну, в какой-то момент, была же такая идея, что вселенная расширяется, расширяется, потом установится, и начнет сжиматься. Да не лопнет. А есть теория, которая говорит о большом разрыве. Когда вселенная начнет разрываться, но немножко по-другому. Она лопнет сама по себе. В каждой точке начнут нарушаться связи. Так, Антон, когда это будет? Я думаю... Ну, я могу сказать про сотни миллиардов лет, для того, чтобы успокоиться. Это известный анекдот, значит. А не то вот. Как у Бразильской академии наук выступает астрофизик и говорит, что солнце погаснет через 20 миллионов лет. А там какой-то впереди сидит гуманитарий, который не доста... Я не понял, 20 миллионов или 20 миллионов? 20 миллионов. А, ну ладно, а то я уже разволновался. Так, что у нас дальше, да? Ага. Ну, я думаю, тут все ответили правильно. Потому что, да, очевидно, что речь идет о гравитации. Искривление пространства, которое... Он высказал это до Эйнштейна или после? Я думаю, что после. Это, мне кажется, недавно. Просто у Эйнштейна была аналогия, но там использовался не резиновый Мейбл, а простыня. Ну, я думаю, что идеи витают в воздухе. Они друг от друга... Тот, кто сказал это... Гарнер, кто написал в 60-е годы. Так, все дальше. А, по-моему, как-то... Да, вот гравитация, искривление пространства. В общем-то, это все достаточно просто. Я думаю, все правильно ответили. А, по-моему, у нас все, да? Да, кончилось. Все, спасибо. Мы очень умные. Да. Так, все считаем баллы. Молодцы. Молодцы. Так, теперь же, по-моему, внимание устроено. Я думаю, что у нас есть. Одно первое, два вторых, третье, да? Значит, первое выбирает себе. Ну, давайте так, шестер. Начинаем. Так. Сколько можно баллов, в принципе, 20, 20, 26. У кого в 15 и больше? Нормально. В 16 и больше. В 18 и больше. Ага. Ага. Раз, два, три, 4, 5, 6. Молодцы, да? В 17 и больше. Нет, 6 нормально, нормально, 6. Уже? Да. 6, 20. Сколько? 6, 20. Так, еще запустили все. Значит, так, еще запустили все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... 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 Потому что профессор Беляев предположил, что отбор древних людьми при приручении всяких собачек и кошечек шел как раз по признаку дружелюбия. То, что самое главное, что тебе нужно от дикого животного, чтобы оно тебя как-то, ну, если не любило, то хотя бы терпело. И буквально лет через 10 на руках у новосибирских генетиков оказалась первая в мире линия настоящих ручных лиц. От рождения совершенно не боящихся человека и более того, испытывающих к нему какое-то историческое обожание, совершенно не свойственное их диким предкам. То есть их поведение изменилось на генетическом уровне и внешность тоже. У них появились висячие уши, у них появились звездочки во лбу, белые отметины, пятна неправильной формы на шкуре, чего не бывает у диких. И у них даже стал хвост заворачиваться коралькой, как это происходит у лайек, например. И у них очень мягкий, теплый, очень хорошо у вас греет, но в том случае, когда он надет на живую весу, оживая лиса или сидит у вас на ручках вот так вот, как эта вот красавица. Вот смотрите, она нам покажет сейчас как раз один из маркеров доместикации, это так называемый перекус. Видите у нее какое строение нижней челюсти? У диких животных такого практически не бывает, а если бывает, они быстренько оббрасывают к местным англорам. А под защитой человека они живут нормально, и если бы это была собака, то она бы в конце концов стала будь долгом или боксером, или другими вот этими вот плосковордами. Но она пока что лисенькая, у нее это одиночный признак, и непонятно, будет ли специально выводить такую породу. Хорошая такая суровая зверуха. А вот тут у нее другой маркер доместикации, это звездочка. Она у диких форм появляется крайне редко, бывает, но вообще-то неудобно. Как и сушник, а у тебя во лбу звезда горит, все видят, и все говорят, ха-ха-ха, на кого-то душа ходится. А в домашнем, в искусственном содержании все нормально прокатывает. И вот уже через 10 лет, в начале 70-х, у профессии Беляева оказалась в распоряжении уникальная линия ручных лисиц, которые очень разумно относились к человеку, которые совершенно не боялись абсолютно с рождения. И передавали это вот новое качество своему потомству. И тогда новосибирские генетики решили вывести противоположную линию лис такого вот мистера Хайда. Они стали отбирать самых злобных и агрессивных и скрещивать их уже друг с другом. И таким образом ты ешь в дубину. И таким образом у них появилась линия лисиц, которые отличаются каким-то потрясающе злобным поведением и тоже успешно передают это своему потомству. Этих лис здесь называют агрессорами, и ведут они себя действительно как настоящий агрессор. И ручные лисы, и лисы-агрессоры, они не боятся людей. Ну, ручные лисы не боятся людей, потому что любят их по умолчанию, а агрессоры, потому что они ненавидят все, что и в том числе людей. И, конечно же, здесь оставили контрольную группу лисиц, с которыми ничего не делали. Они просто размножались себе, плодились и никакому отбору не подвергались. И именно с этой контрольной группой сравнивают изменения, которые происходят в ручной и в агрессивной линии. Сначала это была полная противоположность ручным лисам. Ручные лисы, они были такие добренькие, с хвостами коральки, с светлой окраски. А эти были темные, злобные, потому что обычно темная окраска у животных ассоциирована с более агрессивным поведением. А в последнее время они начали конвергировать по своим признакам. И у этих теперь тоже есть белые пятна, закрученные хвосты. И вообще они становятся похожими на ручных фенотипически. Но при этом по характеру остаются такими же злобными. И почему именно это происходит, ну, пока что неизвестно. Как раз вот это и исследуют. Да? Это уж ужас какой-то просто. Бешаный. У нее замок. Нет, по-прежнему очевидно, что некий генетический комплекс, который контролирует поведение, влияет и на фенотип тоже. Но что это за гены и каким образом складывается вот это взаимное влияние, и раньше было непонятно, и теперь тоже непонятно, но уже по-другому. И вообще за вот эти 50 лет этого великолепного эксперимента вопросов у генетиков к лисам стало не меньше, а наоборот больше. Но на самом деле это замечательно, потому что все самое интересное начинается с того, что ты понимаешь, что чего-то не понимаешь. И главное в этой ситуации – keep calm and продолжать наблюдение. Вот, например, изучение когнитивных способностей всех трех линий лис показало, что задачка на сообразительность лучше всех решают не ручные лисы, и, конечно, не лисы-агрессоры, а контрольные дикие лисы, которые не были подвержены никакому отбору. Потому что агрессоры, они слишком заняты ненавистью к исследователям, и поэтому это очень отвлекает их от задачи. А ручные лисы, наоборот, так стараются, так хотят, чтобы сделать вообще все хорошо, что это приводит к их эмоциональному выгоранию и тоже плохо сказывается на результатах. А дикие лисы, в меру опасающиеся людей, спокойно решают себе задачки, ни на что не отвлекаясь, и по их итогам оказываются самые умные. Но зато у ручных лис, которые не боятся человека, у них самый низкий уровень стресса, соответственно, самый низкий уровень стрессового гормона кортизола, и это приводит к тому, что они размножаются лучше всех. И их уже в питомнике института к ситологии генетики наплодилось столько, что их стали продавать желающим. И беляевские лисы – это такой уже теперь бренд на рынке домашних животных. И более того, в последнее время их стали продавать даже за границу. И за границу вообще в полном бешеном от них восторге, потому что нигде в мире больше такого не делают. То есть эти лисы не только сами зарабатывают деньги на исследование себя, но и параллельно воплощают план по захвату мира. Еще в детстве мы узнали, что лисы очень уважают пошаговые стратегии. На три счета они убалтывают хлебоболочные изделия. На раз, два, три захватывают избушку зайцеобразного и устраняют псового конкурента. Ну, потом мы выросли и перестали верить в эти сказки. И совершенно напрасно. Судя по тому, как в последние лет сто развиваются отношения лисиц и людей, на нашей избушке у них тоже большие планы. С вами было все как у зверей. Пока. Вот у вас есть лиса. Она не хочет сидеть у вас на руках, потому что у нее другие планы. Что нужно делать? Вот, надо подержать ее за мышечки, повернуть ее ногами от себя, потому что эмоционально возбужденная лиса будет пытаться вас описывать своей элисией струей, которая пахнет так, что потом вы будете радовать собою всех людей в радиусе 10 метров. Вот, вы подержали, лиса поняла, что ну окей, значит, это моя судьба. После этого составлять комбинацию с трех пальцев. Вот. И вот эти три пальца накладываете на грудину лисы, а два проводите под ножками. И вот она у вас надежно зафиксирована и, в общем, уже смирилась с своими участью. Друга человека. А ты думала, другом человека быть это так легко? Нет, не легко. С человеком-то не легко быть, а уж его другом это еще хуже. Ааа! Блин! Нас понаблюдение, что лисы будут на нас писать, какать, драть нас, и поэтому мы оделись так, чтобы было незаметно, чтобы потом выглядеть, как будто ну так и было. Ну так и приехали пописанные, покаканные и подраные. А ты такой хороший. Все, сиди. Вот. Это молодые лисята, им примерно по полгода они сворачивают штативы, камеры, и вообще очень любят носиться и играть, и поэтому их довольно трудно устаканить. Когда они будут постарше, они будут немножечко потише. Но вообще лисы дико эмоциональны. Они гораздо эмоциональнее собак, и уж, конечно, гораздо эмоциональнее кошек. Поэтому это некая проблема. Создают некоторые проблемы для людей, которые пытаются содержать дома. Ну и содержат, собственно. Потому что это вот такой бешеный двигатель, который носится постоянно и постоянно что-то творит. Всегда тысяча долларов, и такая прелесть может стать вашей. И тогда ваш дом узнает, что у меня в виду лисичка, когда говорила, и полетят пачки по заколочкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По-моему, примерно одинаково все. Как сказать. Чем не боя, я не знаю. Поэтому я думаю. Но кому помогут, например, за это. По поводу лисичного отношения, например, в этой лисе, они что, выживают прям весь свой срок в этой комнате, а люди, на самом деле, все-таки зверо-ферма осталась. Не может быть. Да, нет, лисичного отношения остается для этого. Ну, понятно. Ну, отказались. Значит, здесь называются все пять тысяч. То есть, каждом поколеющем набиваются, в обществе, там, на моем мечте, или, в этом случае, в эпизоде, которые у них есть те самые лисичные. И они оставляют, который нужен, да. И где пропагал, то есть, там, кто, где, где, что, да, что, по-разному достану, которые, как он, он будет. Да. Но они же, как-то, тоже немножечко так, и личные, и мы собираемся отмечать. Я это не повторю. То есть, сейчас я могу диктовать. Так что мы затронули там, где-то, где-то. Потому что книги об этом не было. Книги более проходят. Вот так же не сказано о сложностях их содержания, на самом деле. А потом, когда открываешь сообщение о том, где-то действительно их содержит, мы понимаем, что вот эта вот клиника, в отличие от бабцев, она как бы должна быть железными нервами веществом, но из-за этого, как бы, совсем такая цель, если отношение к собаке. И именно о такте это написала ягода. Так, что это, допустим, было как бы собак, это не так. Они не так отличаются. Они не так отличаются. Они не так отличаются. Они не так отличаются. Конечно. Эти вещи будут, в любом случае, происходить с этими правительными выберами, которые выберут. То есть, в вашем случае, не ставим то, что, плохое положение. Они не так отличаются. Они не так отличаются. А ещё будет такой момент. У меня просто были эмоции, это было, потому что, это было нечто. Я пыталась, это было нечто. Это было нечто. Это было, что он ещё раз поможет любую волну, и не любить ее. Вот. Но мы им сами произвели. И в этом отношении мне началось сейчас подвести себя. Потому что, я не знаю, это было нечто. Это было нечто. Это было нечто. Это было нечто. Когда, когда, знаете, тут немножко были, значит, разные вещи. Во-первых, у людей в Москве была абсолютно научная задача. Абсолютно никак не связано с созданием нового для Москвы. На самом деле, об этом мало ли говорить, и мало ли не понимают. Но, в любом случае, была идея абсолютно практическая. Кто был за работой? И, значит, за работой, еще проблема, в том, что, где первый год был интересен, кто потом получить не один раз на внутренний день? Домашние животные, собаки, они выкладываются в ней сезонно, и, значит, обувь, два раза в год, и не так. Ну, эта консинция была именно этой идеей. Как получили собаки? а в том, что собаки получили от города военные? То есть, от города висит в коридор entire не могут нарушить сезонность и получить сезонно, которое может реакторовать от 2 novel года. И, тем самым, здоровьем хозяевке будет выглядеть, как в сèде. На самом деле, этот и цель, это раз не сильно была в России. И ты, наверное, договоришь, вероятно, делаешь три года, чтоб двойного руководителя не подходит в пункт. Вот. Но получился вот это. В принципе, я думаю, что сам только не ожидал, что вот так будет. Ну и дальше. Следующая научная задача. Болгоженство. Экономиссия. Вот. Днешний. И с чем я тебя обновляю? Да. Я об этом явно не говорил, что каждый человечество улучшает ситуацию формы. Это как-то незаметно, если вы читали эти газеты. Но это так. Потому что, кажется, 70 лет назад, когда я читал, и кто там в голову не приходит, думает, какие-то слова о том, что они там чувствуют, как они там не стреляют, все это не стреляют. Хотя, в шкурах одешь. Вот охота была все. Сейчас же он все делился, и человек все стрелялся и стреляют почти. Все почти перестрияли. И чем-лим не. Да вот перестрияли, но ты помнишь, да, один замечательный конец Владимир Владимировича, но он был охотник. Да, можно сухисткам там где показывать. Сейчас он человек оптики дикматизировал, да. Ну, правильная цель. Вот это как перестри. То есть научная задача, если какие-то действия, создать какие-то действия. Ты должен, должен правлю, да, это сделать. Но моральная проблема есть. Ну, в смысле, вот когда они нападают, я имею в виду, насколько они могут там реально, там, спасать или там, заплатить. Ну, может, первое, на первое, наезде. Многие проблемы. Просто тогда не болезнь и учительство могут оказаться. Продать их охране. Представляете, какая охрана? Спустил лис, и кого-то в клочки разорвали. Ну, то есть просто что-то вместо того, затошкурию, можно продать, например, вот, какие-то, для обохранки. А у них еще у нас было, как, в большинстве, да, как раз, у них есть, а у нас все. Да, да. Ну, то есть, оборудоваться, там, выше, если будет, вот, для кого-то выше? Да, да, да. Ну, в общем, реально, в принципе, вы знали, cocktail. То есть научная и очень савичныйeger Я не знаю. Но я не знаю, если дели, либо была дружеская серия библиот derexist animals вот похожиеAN движения three Возвращение к этой истории, я сижу, не проводите выводы. И двое письмо, какое там, где американское выводы, но что-то в кодках. Высказать моё мнение, по поводу статьи, о которой вы, безумная, праздник, да, праздникология говорили, что сейчас находится в кодках. Но, они собираются в кодках. Но, они собираются в кодках. Называется детская. Такая вот какая. Называется это так. Деляющий элемент, меняющий эксперимент, меняющий эксперимент, меняющий инфекционный системат, значит, эксперимент, то есть какая идея на этой инфекционной системы. Значит, вот эта инфекционная система, по которой она говорит, белые пятна, везячие уши, отключенные пласты. Вот эта вещь, которая наблюдается у всех животных домашних, и она собираются в кодках. Это первое. То есть, национайте, эта инфекционная система включается в том, что я помню, в том, что его нет. Потому что у многих домашних животных, вот, например, у коз есть, у коров есть, а вот, например, у кошек тетей нет, хотя у кошек тетей нет, хотя у кошек тетей нет. Коз не закручивается. Да, да. Коз. Коз у коровы не закручивается. Ну, вообще, наверное, вся. Ну, только аргументы против инфекционных животных очень сложные. Но. Значит, как просто так? Я считаю, что я считаю, что все эти инфекционные симптомы выглядывают только в секторе. И сейчас вся наша научная компликация и эти научные группалы, так же, примерно, как газеты. И мы знаем историю. Мы знаем все. Мы знаем все. Мы знаем все. Но на данном месте, как же, в такой момент, что Но нет, и истории. Я поскандал. Но в этом вместе с вами были прекрасные идеи. А вот что у них. Значит, что является, вообще, для инфекционного не очень домашних писем. Вернее, не очень писем писем. Он, несколько взял лесиц из уже несколько разложаемых его в его прокуратые, которые происходят в канадских прокуратах. А в канадской компуляции авторы видели фотографии, где висит себе фотографию человека в 1908 году. Ну ребят, я вам могу показать фотографии в мире, в мире, в мире, в мире. Это я не знаю, что того самого реварного, в мире, в мире, в мире, в мире. И вот и значит он будет. Прямо человеку не будет. Вот. То есть это дело, такая очень странная причина. Я думаю, написал в ответ, что я ничего этого не сделаю не буду, потому что я ученики не могу, значит, здесь не предупредляют. Но фото волшебны. Это, значит, в этой серии «Зарвы не правы». Это, значит, хорошо для газеты «Сады мира», но не хотите человечество, но в их стадии. Мне очень интересно, почему призрак одного из танцев сменил свою точку зрения, и не учитывая единичную историю, но в этой серии «Зарвы не правы». Это четвертый список авторов, но такие ученые, которые много писали «Зарвы просотка», много писали «Зарвы», и он показало, что он два автора данных в России. И так как, как считаете, умник, начинают выяснить когда же мудро, когда у вас два года, два года, два года. И, кстати, что вы смогли так делать? Что у вас, что это такое? Что у вас правило, как есть, когда вы знаете, я о том могу подписать, как-то от формии подписывать. Они не отвечают нам, уже его вдавая, это оттуда На самом деле, вот это было чисто конституционное концепцию «Упокой науке». И по этому, в общем, большинство ингентарий, которые были в Вашингтоне, в Польске, и в Милахстане, там они взяли ингентарные ингентарии, которые вообще пропитали и поверили. Все советские газеты, право угрозных, они написали «Альберикация» поверили, значит, уеляева нет Натальи был, как кто-то напичал Альберину Буфуфик. Унизил Васильевна, какие зрители, это «‡» «–» Как и в эфире «…» На самом деле вообще говоря, Москва это история города, значит, эксперимент здесь. Очень неотгнозначный в длиннишнем нашем понимании Но, тем не менее, научный факт судьбит. Всё. Я вам рассказал, что у вас будет еще поддорожник. А еще главное не забывайте. Там включите. В конце этой степени гражданок говорит, да, палома будет. За что палома будет? Я вхожу отсюда и так же продолжаю. Да. Я когда я делал вне зоны, 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 вне зоны. Давай с нуля, начнем. А не голодные кольца и еду. Я жду, я их делаю. Я их делаю. Я их 10 лет на меня делаю вне зоны. Я сейчас у меня стали гораздо лучшим. Ты говоришь, ну, как у меня тут будет? Вот, я могу у кого-то взрывать, я просто не буду. А если все-таки не могу. И этих игрок я тоже с вами. Я их делаю. Я их делаю вне зоны. Я их делаю вне зоны. Я их делаю вне зоны. Я не знаю. Я не знаю. Ну, и потом одна из авторов спросила меня и написала мне . очень понятно. И все убрали. И взял ловил свинарника. И дал им координаты свинарника. Она там пишет. Крысы-то тоже были у них. Свинарника, крысы, крысы. Так. Так. Значит, на следующем деле. Начинается неделя праздника. В течение недели там будет замечательная лекция. У нас будет лекция науке, по поэзии, еще про происхождение домиков, домиков, происхождение домашних животных. Ничего там еще будет про искусственных органов. Да, про новое происхождение, но как искусственного человека и искусственного органа. И что там получил? А? А? А! Начинается с коронавируса. Я, значит, когда мы сейчас вам договаривались, я говорю, давай сделаем коронавирус. тут я уехал из Тайвана, тут случился коронавирус, и демиции ему говорили, давай сделаем коронавирус. Ну, ладно, Бог. Все, спасибо вам, что пришли, субтитры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорожее. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ